Определен победитель в конкурсе дизайн проектов реконструкции Багаевленской площади. Лучше признали работу трех молодых архитекторов, недавних выпускников технического университета. Их проект принят за основу деталей, так же как и сроки реализации еще предстоит определить. С творцами встретилась Марина Смарагдова. Победители были скромны и сидели в первом ряду. Их трое. Александр Киселев, Кирилл Тихонов, Дмитрий Круглов. Участники конкурсного марафона пришли к финишу первыми, но в пути потеряли главную фишку своего проекта «Красного коня». Споткнулись о два принципа конкурсного отбора. Соответствие историческому облику и симпатии ярославцев. Мы хотели, чтобы было достаточно чистое пространство, в котором люди могли свободно передвигаться, чтобы им ничего не мешало и было комфортно для ожидания транспорта и передвижения. Авторы исходили из принципов удобства. Оперались, говорят, на лучший мировой опыт. Было сложно. Буйную фантазию приходилось укращать на каждом шагу. Оценить проект и высказать свое мнение, повлиять на решение жюри мог каждый ярославец. В октябре прошлого года эскизы проектов были выставлены в Зале Союза художников. А до этого выставки экспонировались в мэрии и на бульваре мира. Это значимое место, очень важное место для города Ярославля, для его въездные вороны. Это историческое место. Мы молодцы. На этом не останавливаться. Мы стали победителями только конкурса дизайн-проекта. И поэтому, чтобы воплотить ваши мечты, ваши работы в жизнь, придется до работы. Подведены итоги второго тура. В первом участвовали 16 проектов, на второй прислали только 11 работ. Действительно, пока говорить об окончательном проекте рано. Авторам лучшего еще придется потрудиться. Проект архитектурно-строительной группы, он принят за основу. И теперь уже пойдет расчет стоимости и временной реализации проекта. Проект необходимо будет еще утвердить в Министерстве культуры. Надо полагать, экспертиза будет жесткой. Марина Смарагдова, Максим Сушанов.